Приветствую друзья! Сегодня готовим куриную брудку со шпинатом и брокколи. Этот рецепт очень вкусный, простой в приготовлении и самое главное полезный с многими витаминами. Сейчас нам понадобится куриная брудка, которую я заранее уже порезала на маленькие кусочки, болгарский перец, лимон чуть-чуть, 1 пелец чили, можно половинку, кто как любит, 3 помидора, чуть-чуть из брокколи, шпинат и грибы. Начинаем готовить, а и лук, самое главное лук. Первым делом начинаем обжаривать, кубиками нарезаем и обжариваем лук. Добавляем оливковое масло, большую сковородку, чуть-чуть, не обязательно, чтобы было очень много. Нарезаем лук на небольшие кусочки, как вам нравится. На средний огонь ставим, чтобы лук не подгорел. Чеснок добавим в конце. Обжариваем лук. Когда лук чуть-чуть подрумянится, добавим куриную грудку. Лук уже готов. Добавляем куриную грудку. Хорошо обжариваем нашу куриную грудку. Я взяла свежие помидоры, которые сейчас чесноком измельчу в блендере. Вы можете взять готовые помидоры в собственном соку. Разницы никакой, как вам нравится. Потом добавим чуть-чуть приправ. У меня абхазская аджика, которая придаст нашему блюду остроту и пикантный вкус. Взбиваем в блендере 3 помидора с двумя зубчиками чеснока и щепоткой соли. Помидоры можно добавить больше, кому как нравится. Когда жарим куриную грудку, можно огонь делать чуть выше. Добавляем чили перец. Пол чили перца нам хватит. Если чили перец очень острый, можете добавить еще меньше, как вам нравится. Потом нарезаем грибы. Друзья, куриная грудка уже готова. Вы знаете, она очень быстро готовится, поэтому сильно обжаривать тоже не надо. Добавляем к куриной грудке наши грибы. Самое главное, чтобы все не перетушить. Добавляем наш болгарский перец и перец чили. Потом приправим солью, перцем. Добавим наш томатный сок. А после этого свежий шпинат и брокколи. Их добавляем в самом конце, чтобы они остались спустящими. Почему в конце? Потому что шпинат очень быстро готовится. А брокколи мы заранее отвариваем минуту или две максимум. Чтобы осталось альденте хрустящей. Редактор субтитров А.Семкин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Наше блюдо почти готово. Ой, какой аромат. Добавляем брокколи. Напоминаю, брокколи заранее отварила минуты две, не больше. Я не любитель переваренных овощей, поэтому люблю чуть сырые. И добавляем свежий шпинат. У меня 50 грамм шпината. Закрываем крышку. Оставляем еще минуты две. Потом добавляем свежий чеснок. И отключаем. Добавляем два зубчика чеснока. Вот, пожалуйста. Я уже нарезала. Аромат чеснока свежего и молодого это просто сказка. Все. Наше блюдо готово. Можно добавить кедровые орешки. Заранее чуть-чуть обжаренные. У меня чуть больше обжаренность, но ничего. И можно добавить творожный сыр. Или добавить моцареллу. Кто как любит. А в конце добавить зелень. Пожалуйста, наше блюдо готово. Наливаем белого вкусного вина. И наслаждаемся нашим полезным и очень вкусным обедом. Приятного аппетита, дорогие друзья!